Скажу так, что есть неудовлетворение от того, что мы не реализовали хотя бы один из тех многочисленных голевых ситуаций, которые были в сегодняшней игре. От этого есть немножко неудовлетворение, потому что, наверное, по совокупности созданных голевых ситуаций, по тому давлению, которое мы оказали на ворота соперника, наверное, мы заслуживали, чтобы как минимум один гол забить. Ну, это футбол, реализация очень важный фактор в игре, поэтому здесь можно создавать достаточно много голевых ситуаций, но важно хладнокровие и в завершающем ударе. К сожалению, сегодня не шел мяч в ворота, где-то чуть-чуть на прострел не успевали замкнуть, да, и те удары, которые наносили, вот, были или мимо уходили, или выше ворот. Вот, поэтому надо попадать в створ в ворот для того, чтобы забивать. А так, в целом, по самоотдаче, по движению, по заряду на игру ребята хорошо отработали. Меня порадовала сегодня и интенсивность игры, и единоборство, и то, как мы с мячом быстро работали. Хотя и не обошлось и безопасных моментов у наших ворот, особенно в первом тайме, в начале первого тайма, когда было очень опасно, но Федор отлично сработал на последнем рубеже. Поэтому проход в следующий раунд будет зависеть от выездного матча. Сейчас самое главное восстановиться и хорошо подготовиться к ответному матчу. Мы делаем ставку на активный футбол, независимо, молодые это ребята или более опытные. Понятно, что мы определили стартовый состав, исходя из анализа соперника при подготовке к матчу. Естественно, важно было попасть именно по оптимальному состоянию тех ребят, которые вышли в стартовом составе. Ну и, конечно, за счет замен где-то по ходу игры усилить игру. Поэтому, в целом, еще раз говорю, я доволен движением и интенсивностью сегодняшней игры в нашем исполнении. А представили ли сегодняшнюю игру как одну из ваших сезонов? Наверное, так сдержанно назвать, что игра у нас была достаточно хорошего уровня. Насколько оправдались ваши ожидания от соперника? Сыграла ли она так, как вы предполагали? Скажу так, что мы предполагали примерно, что такого уровня будет команда. Достаточно много мастеровитых футболистов. Команда достаточно опытная. Меньше 26 лет, за исключением молодых ребят, которые в заявке просто на первый раунд. А так в основном 26 лет и старше. То есть это состоявшиеся футболисты, латиноамериканцы из других стран, которые обладают определенным мастерством. Можно сказать о том, что, наверное, может быть функциональное состояние, с учетом того, что мы в разгаре сезона у нас в нашем чемпионате, а у них идет подготовка к сезону. Наверное, мы выглядели функционально получше. Но, опять-таки, это нам не принесло сегодня дивидендов в виде победы. Сегодня у нас два дебюта. Вы пустили бы сегодня пять реакций. Как оцените ребят сегодня? В целом, все замены, которые мы произвели, они были направлены на то, чтобы поддерживать интенсивность и ритм игры. Поэтому, в целом, я доволен всеми сегодня произведенными заменами. Все ребята, которые вышли, они добавили интенсивности. Единственное, что тот момент, который был у Вани Бахара в концовке, конечно, Ваня свежий футболист, вышел на 10 минут, но надо попадать в створ ворот. Поэтому, опять-таки, здесь можно говорить о том, что реализация нас подвела. Правильно, точного завершающего удара всего ничего-то не хватило? Точного завершающего удара не хватило, да. Что сказали ребятам в отзывалке сейчас? Сейчас, ребята, понятно, есть неудовлетворение из-за того, что не одержали победу. Ребята сами чувствуют, что игра давалась, были созданы моменты голевые. Но, опять-таки, футболисты, точно так же, как и мы, тренеры, могут быть только довольны тогда, когда мы одерживаем победу. Поэтому есть неудовлетворение. Но сейчас важно, еще раз говорю, переключиться уже на ответный матч. Все-таки проход следующий раунд будет решаться в Ереване. Что видится вам сейчас самым главным? Самое главное сейчас – правильно построить тренировочную работу с учетом логистики по тому, как мы будем добираться до Еревана. Поэтому важно восстановиться сейчас после игры. Я уверен, что все ребята в строю. По здоровью у нас никаких вопросов нет. Тех, кто с нами здесь находится, обошлось без травм. Поэтому самое главное, чтобы все были в обойме. Восстановиться, правильно настроиться, проанализировать прошедший матч. И, еще раз говорю, в ответном матче постараться все-таки слонить чашу весов в свою пользу. Продолжение следует...